В России человеческие инстинкты пропали. Вы в офицерских погонах скручиваете руки и бьете дубинами невооруженных гражданских людей. Паранойя диктаторской власти, что надо гасить все до того, как оно еще что-то началось. То, что у тебя полстраны горит и тонет, и взрывается, и людям говорят, нет, не уходите, ничего. Это не важно, это конец этой эпохи. Майдана там не будет. Встали с колен, дошли и залезли в задницу. Приветствуем всех, кто вместе с нами на Политека Онлайн на канале Без Цензуры. Сегодня у нас в гостях Гарри Юрий Табах, командор военно-морских сил США в отставке. Гарри, приветствую вас. Я думаю, что вы также следите за тем, что сейчас происходит в России, в частности в Москве. Я напомню, что в субботу 3 августа в столице России прошла очередная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на осенние выборы в Московскую городскую думу. Акция запомнилась рекордными задержаниями, более тысячи человек, жесткими действиями полицейских, а также множеством административных и уголовных дел, заведенных в ее результате на участников протеста. В свою очередь, Министерство иностранных дел России считает, что Германия и США вмешиваются во внутренние дела, неправильно освещая акции протеста 3 августа в Москве. Вот на ваш взгляд. Существует вот такая вероятность, что некоторые страны вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации или все же определенная часть российского общества выходит на акции протеста, чтобы продемонстрировать и сказать, что то, что сейчас в нашей стране, то есть в России, достало? Нет, ну а как они еще? Конечно, печушками там американцы заплатили, вмешались, так и заставили, можно сказать, выйти, как говорят, навязали. Я часто слышу вчера, кстати, здесь в Верстане, Америка навязывает это все. Слушайте, не хотите, чтобы Америка навязывала, не покупайте ее доллары и не будет ничего навязывать. Но, что я хочу сказать по этому поводу, а Москва и Россия, Москва мне не безразлична, я родился в Москве, я служил в американском посольстве до раза в Москве, был начальником штаба НАТО, тоже в Москве. Так что мне безразлична, у меня там много знакомых, много друзей, находятся там некоторые мыслящие, некоторые Крым наш, я их потерял как друзей, ну, как знакомых, как друзей. Что я могу сказать по этому поводу? Уже все было сказано, уже на всех каналах это уже все обсудили, что это абсурд в том, что Конституция Российской Федерации дает право гражданам на собрание, но в Конституции это не написано, но кто-то где-то говорит, что надо это координировать или договариваться с правительством, чтобы проводить эти акции. Ну, это же абсурд, да, мы протестуем против вас, но должны у вас спрашивать разрешение ли можно это сделать. Да, абсурд. Такого не может быть, ты будешь, ты не разрешишь такого, ты будешь этому поставлять. Но, что я могу сказать, что, как сказал, пошутили и хватит, сказал товарищ Брежнев и передвинул брови на усы. Все, встали с колен, хватит. Сами говорите, в Думу, даже чтобы претендовать туда, но это бестолковая вообще вещь, которая ничего не значит. Это Дума Московская, она ничего не решает, там вертикаль власти, это вообще номинально. И даже чтобы туда баллотироваться, это тоже уже не решает. Все, встали с колен, поздравляю вас, встали с колен, дошли и залезли в задницу. Теперь уже, как вы хотите, теперь вот такая реакция власти на это. Даже и такой мелочи рабам не разрешено. Не разрешено вам. А если кто это делает, то это засланные казачки с запада, проплаченные. Все понятно, сценарий один и тоже, ничто не меняется. Но я хочу сказать, что это смена эпохи. Это начало смены эпохи, как вы сменили эпоху и продолжаете это делать. Так и в России. Чернобыль, это было начало, вот это вранье, когда они врут, что нет ничего, идите гуляйте, идите на парады, все. Убивают сотни тысяч людей таким образом. Когда школьникам в Германии запрещают выходить на учебу, а советские школьники идут на учебу. Идут, да, идут. Вранье это, это был конец советской эпохи. Начало вот это вот, когда сильно врали народу. Народ ни за что не держали. Рабы крепостные. Только крепостные что-то еще даже стоили. Это вообще ничего не стоит. То же самое с Курском. Это было конец, когда врали с Курском, когда не давали никому подойти. Это был конец Ельцинской эпохи. Горбачевской, вот этой демократии эпохи конец. А сейчас вот это вот вранье и разгон вот этой полиции, мирного собрания и вранье про пожары. Когда экологическая катастрофа происходит из-за этого наводнения, из-за этого взрыва на военных базах, на складах. И это все вранье, ничего страшного, все нормально. И вас президент Дональд Трамп предлагает помощь? Помощь, они отказываются. Это конец этой эпохи. Вот я вижу это конец этой эпохи. Потому что происходит экологическая катастрофа, я думаю, не меньше, чем Чернобыль. На сегодняшний день выгорание. Это 30% по-моему кислорода в мире. Я сейчас точно не помню. Это вот конец этой эпохи. Но это все уже обсуждалось по всем главным каналам, Вадим. Я сейчас повторяю все, что уже было сказано. Я хочу сказать, что лично меня коробит. То, что вот эти нехилые парни, которые скручивают руки, бьют дубинками женщин, детей, мужчин невооруженных, которые ничего не жгут. Никаких камней не кидают. Шин не поджигают. Шин не поджигают. Коктейли мирная демонстрация. Просто с российскими флагами стоят. Мы наблюдали эти. Они их скручивают и бьют. Вот эти люди в офицерских погонах. Вот меня это коробит больше всего. А вот почему так реагируют? Потому что они не офицеры. Потому что они не понимают, что такое офицеры. Они не понимают, для чего существует полиция. Полиция существует, чтобы везде. У нас, например, очень часто разные демонстрации. Они стихийные вообще-то. Вот народ вывалил на улицу и пошла нас демонстрация. И там жгут шины, и кидают, и грабят. И вандализмом занимаются. И полиция пытается их как-то... Но когда мирная какая-то демонстрация или протест, они сообщают полиции, мол, охраняйте нас против тех, кто будет против нас. И полиция стоит между двумя. Потому что полиция должна охранять. А не бить. А еще в офицерских погонах. Понимаете? Меня это коробит. Вот вы, ребята, которые напялили на себя эти погоны, вы понимаете, как остальной мир на вас смотрит? Как настоящие офицеры на вас смотрят? Какой позор это. Офицер существует для того, чтобы контролировать солдата, контролировать всех остальных, чтобы быть джентльменом. Чтобы они такого не делали. Чтобы не трогали гражданское население. Чтобы защищали гражданское население. Мы существуем для того, чтобы мы дрались за тех, кто сам за себя постоять не может. А вы в офицерских погонах скручиваете руки и бьете дубинами невооруженных гражданских людей. Вы понимаете, как весь остальной мир на вас смотрит? Как на вас смотрят бывшие ваши соотечественники. Украинские полицейские. Грузинские полицейские. Прибалтийские полицейские. Да и все остальные. Кого вы потом полицаями называете? Кого вы... Вы сами получаетесь и сами показываете это, что вы и есть эти капос. Капос, которые тоже рабы, которые просто загоняли евреев в гетто или еще куда-то. Сами же были евреями. Их потом тоже же уничтожили. Вы же есть эти гайдамаки, которые у барина дали дубину, и он бил этих же крепостных. Потом и его же били. Вот кто вы. Вы не офицеры. Хотя бы снимите погоны, когда вы этим занимаетесь. Вот это меня больше всего коробит. И потом называть полицаями на других. Встали с колен. Поздравляю я вас. Гарри, можно утверждать, что российская власть, она пребывает в состоянии тревоги и опасения. Иначе зачем так реагировать, опять-таки, на эти акции протеста, которые действительно не такие уже и большие? Да они ничего не значат. Да и вообще эти люди, которые хотели избраться, они избирались в ничто и в никуда. Никакой бы роли они не играли. И вряд ли их бы выбрали. Это вот такая агония, такая паранойя диктаторской власти, что надо гасить все до того, как оно еще что-то началось. Потому что опасность ужасная. То, что у тебя полстраны горит и тонет, и взрывается, и людям говорят, нет, не уходите, ничего. Это не важно. Психология народа, конечно, тоже играет огромную роль. Я помню, когда я служил в Москве, в Москве вдруг началась какая-то ужасная вонь, как тухлыми яйцами. Никто не знал. Но все говорили, а по телевизору передали, что это ничего страшного. Все, ничего страшного, ничего страшного. Все, мы ходим. Американское посольство эвакуировали, их детей увезли. А там дети ходят. Потом, когда торф горел и дышать нечем было в Москве, я помню, тоже власти сказали, что это нормально, ничего страшного. Ну, маску оденьте. А как от дыма маску, ну, это противобактериально. Я не понимаю. Но вот люди так ходили и все. И в то же время, я сейчас не помню, где, происходил чемпионат мира по футболу. Где-то в Европе. Так все люди взяли своих детей и на всякий случай увезли за город. Потому что могут быть беспорядки, может быть террористический акт. Весь город был, люди уехали на эти выходные. Просто из города. Ну, граждане. И приехали. Вот это гражданская ответственность. Это любовь к своим детям. Это человеческие инстинкты. Похоже, что в России человеческие инстинкты пропали. Вот есть крепостные, они есть крепостные. Причем эти милиционеры, они тоже крепостные. Эта власть тоже крепостная. Есть царь, а все остальные крепостные. Гарри, а вот на ваш взгляд, что должно произойти в России, чтобы на подобные акции протеста выходило больше людей? Надо иметь гражданское сознание. Надо иметь в первую очередь уважение к себе. Эти люди, которые вышли, это не так много людей по сравнению с размером даже той же Москвы. Там 15 миллионов человек. Вышли те, которые понимают, что они не могут ничего сделать. Но для себя они решили, что они хотя бы останутся людьми в себе. Я знал таких людей, которые, допустим, мой дедушка, который неродной, он выжил освенцем. Так вот он мне говорил, что он каждое утро вставал и брился. Или каждое утро вставал и чистил зубы. Потому что он хотел чем-то напоминать человека, а не животное, существо, которое сейчас уведут на убой. Были люди такие, как польские гусары, которыми часто, кстати, в России смеялись, что они надели парадную форму, сели на своих коней и пошли в атаку против немецких танков. Их всех убило. Они были не идиоты, они были офицеры, они хотели показать всему миру, что мир их предал с Гитлером и с Советским Союзом. И они не мобилизовались вовремя, потому что Европа на них дает не мобилизоваться, не злить ни Сталина, ни Гитлера. Но они показали, что они умрут на своих условиях и привлекут таким образом внимание всего мира. То же самое сделали еврейские дети в гетто в Варшаве. Они что думали, что они вермахт побьют? Нет, но они восстали и они отбивались несколько месяцев, держались. Потому что они показывали всему миру, что их предали. То же самое ваши воины сделали и в Донецке в аэропорту. Они сохранили свою человечность. Они понимали, что это никакого стратегического значения не имеет. Они понимали, что их убьют. Но они хотели показать всему миру, что вот идет предательство. То же самое и эти люди вышли. Но у остального народа этого нет. Нет чести. Поэтому мы все продукты вот этого в основном. Я, конечно, обобщаю. Мы продукты подонков или приспособленцев. После Второй мировой войны уже не осталось. От революции до гражданской войны осталось. Поэтому наши родители сидели на кухне и говорили, Тихо, не надо. Почему? Потому что не надо. Ну это все. Выживать. Выживаемость. Инстинкт выживаемости. Мы лучше подстроимся. Мы лучше как-то прогнемся. Мы лучше соседа настучим на него, чтобы его... А может быть нам его комната перепадет еще. Или медальку. Какой-нибудь значок дадут за это. И это в основном те, кто остались после Второй мировой войны. И вот мы несколько поколений после этого. Вот это такой народ. И единицы, которые могут сохранить эту честь и сказать, Я знаю, что меня сейчас побьют на этом. Меня сейчас арестуют. Меня выгонят из института. Черт знает, что еще может со мной произойти. Бизнес отнимут. Но я человек. Я пойду и я там буду протестовать. Я покажу, что я не согласен быть крепостным. Я не согласен быть рабом. Но таких людей, к сожалению, сегодня уже в России совсем мало. Майдана там не будет. Вот как раз хотел это у вас спросить. Скажите, а вот вы говорите о том, что Майдана в России не будет. А что касается дворцового переворота, для России это довольно-таки характерно, целью которого будет смещение Путина. Придет другой тиран. Придет другой тиран. Они не избраны народом. Если они не избраны народом, они боятся народа. Вот кто не боится народом, это тот, кто избран народом. А тот, кто не избран народом, а пришел туда, потому что его туда поставили, или потому что он смог совершить переворот, как Иди Амин, как Саддам Хусейн, как все остальные. Каддафи. И в конце концов их народ все равно растерзает. То есть после Путина придет Путин номер два. То есть более либеральный, более демократический президент. Ну я не уверен, что он будет более либеральный. Ты знаешь, что я не предсказатель. Я не знаю, что будет, кто после него придет. Или придет вообще кто-нибудь после него. Или будет там смута и начнется гражданская война, междуусобица. Я больше склоняюсь к этому, что ничего хорошего не придет. А если придет кто-то, чтобы удержать Россию от развала, это придет еще более жесткий тиран. Это придет Ким Чен Ир, или Саддам Хусейн, или кто-то, который будет еще жестче, чтобы держать ее в тисках. Но в конце концов это долго не продержится. Гарри, ну вот действительно, подобными методами постоянно закручивать же гайки невозможно. Почему? Возможно, до того, как они сорвутся. Будут крутить, пока они сорвутся. Эти гайки с резьбы. Вот если мы вспоминаем события в Украине, революция достоинства, или также ее называют Евромайданом, то массовые акции протеста в Киеве и, собственно, по всей Украине, они начались после того, как избили студентов на Майдане независимости. Вот на ваш взгляд, если бы в центре Москвы, у Красной площади, избили бы мирных студентов, молодежи, молодых москвичей, вот россияне бы не вышли протестовать? Ну я не вижу, что они выходят протестовать. Не только это. В Сирии, вот сегодня идет огромная война, уже много лет в Сирии. Она же началась из-за того же. Полицейские избили ребенка, детей каких-то там побили чуть-чуть. И в какой-то там деревне у них началась вот эта вот восстание. И вот это разрослось в гражданскую войну в Сирии. Сирия все-таки светская страна. Но в России этого не происходит. Много раз в России и били, и разгоняли и студентов, и детей, и мирные. Не только в Советском Союзе. В Советском Союзе сколько раз такое было, когда расстреливали мирное население. В России было такое постоянно, но никогда не было восстания. Были внутренние перевороты. Как вот большевистский переворот, да. Когда большевики взяли власть у временного правительства. Это же была не революция, это был переворот внутренний. Но чтобы какого-то восстания такого было против власти, я вот в истории России не знаю, кроме декабристов. Когда они как-то попробовали, и теперь во всех учебниках пишут, как не надо это делать, да. С декабристами. Но нет, я не вижу этого, чтобы там народ восстал. То есть это такая ментальная черта характера терпеть? Я не думаю, что это черта характера терпеть. Я думаю, что это черта рабского менталитета на генетическом уровне. Опять же, на меня сейчас многие обидятся. Но за последние 80-90 лет в России или люди, которые имели это в своей генетике, они или уехали, или их убили, или их посадили, и они умерли в лагерях, или их в гражданскую войну расстреляли, или во время Второй мировой войны, во время атаки они погибли, или потом израненные, и они сгнили на острове, потом опять уехали, потом опять репрессировали. Ну вот осталось это поколение, которое... которое из... нету... рабский менталитет. Рабский менталитет. У нас в стране огромная проблема с чернокожими, которые выходят из рабского... Я говорю сейчас политически некорректные вещи, которые выходят из рабского... из рабских кровей. Очень сложно им. Это не их вина. Но им очень сложно вырваться из этого. А в России... Это испокон веков вот это рабство. И поэтому... У них не было ни казаков ваших... Не было ваших вот этих местечек еврейских, где были не рабы, где люди учились писать, читать. Хотя бы. Да? Я говорю, из-за порийской сечивных... Ну не было, да, не было этого. Не было этого бунтовства, не было грамотности. Всегда наоборот там проявлялось поощрение тех, кто послушен. Кто не умеет читать, не умеет писать, не умеет мыслить сам. Чтобы он был послушен. Были гении, конечно, которые рождались, которые изобретали, что-то делали, создавали. Но в основном их держали за недоумков. Это уже потом они становились гениями. Гарри, ну не все спокойно и в Соединенных Штатах, а в Америке. Вот эта стрельба в публичных местах. Вот что это? Это свободное общество. Свободное демократическое общество не без изъянов. Потому что у нас оружие доступно. Оно используется для этого. Если бы не было огнестрельного оружия, они бы подожгли эту школу. Или они бы создали бомбу и взорвали бы это. В основном люди погибают не от огнестрельного оружия, а от молотков и топоров и ножей. В основном от этого разборки. Я считаю, что у нас проблема не в огнестрельном оружии, а в обществе. По многим причинам. 99% этих детей, которые совершают такие преступления, они без отцовщина. У них нет отца, они из разбитых семей. Это раз. Опять же, я не говорю, что все дети из разбитых семей будут убийцами. Но все убийцы как бы получаются из разбитых семей. У нас в 70-е годы закрыли психбольницы государственные. И выпустили душевно больных на волю. А почему закрыли? Нарушение прав человека. И говорят, что они могут принимать эти лекарства на свободе. Они приходят, вы им даете лекарства, они принимают, и они нормальные. Ну или более не менее. Но они не приходят и не принимают эти лекарства. Они только могут делать под жестким наблюдением. Поэтому вот эти вот бездомные, очень много людей душевно больных, они у нас на воле. И я уверен, что большинство вот этих убийц – это душевно больные люди. Ну не может нормальный человек зайти и стрелять всех подряд. Это второе, что у нас происходит. И третье, то, что у нас полиция и правозащитные органы не имеют таких уполномочий, как в других странах. Это изменилось. У нас больше вот этого либерального стало левого движения в Америке, в Конгрессе. Например, в моем детстве я рос в Филадельфии. В Филадельфии была знаменита своей полицией. У нее даже такая форма была. Сапоги такие фашистские, фуражки фашистские такие были. Кожаные куртки. Они очень агрессивно выглядели. И вот меня там или моих друзей, которыми я рос, ну хулиганили на улице там, как дети и все остальные. Они ловили, они тебе могли дать подзатыльник, отвезти тебя, посадить в полицейскую машину, сказать, я тебя в следующий раз зашел в тюрьму. Ты меня понял? Если ты будешь себя так... Сегодня они не имеют права это делать. Они просто не реагируют на эти вещи полицейские. И поэтому очень стало у нас общество безответственное. Родители не ответственны за своих детей. Не несут ответственности. Я не знаю, или я уже говорил у вас в программе, это когда тяжелые времена, они создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают тяжелые времена. Я думаю, что мы сейчас в периоде в таком Америке, где очень много слабых людей, и они создают тяжелые времена для нас. Это хорошо сказано. У вас тяжелые времена, и у вас все больше и больше создается сильных людей. Гарри, спасибо вам за разговор. Гарри Юрий Табах, командор военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, в отставке был гостем студии Политек Онлайн. Оставайтесь вместе с нами и до новых встреч. Всего доброго и до свидания. Каждый раз их подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся.